В рубрике «Офицеры Победы» сегодня представляем ветеранов и участников Великой Отечественной войны, которые в военные и послевоенные годы работали и на заводе «Искитим цемент». Замечательный, еще раз повторю, проект в такую замечательную годину, в 75-летие празднования Победы в Великой Отечественной войне. И, конечно, это дает нам дополнительный повод вспомнить тех участников Великой Отечественной войны, вспомнить родным и близким о своих солдатах, офицерах, ушедших на фронт, кто вернулся, тех, кто не вернулся, отдать память и уважение этим людям, ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. Но я бы хотел сказать, что не только мы вспоминаем тех людей, которые отдали свою жизнь за победу в этой ужасной и жуткой войне, но, конечно, и о вкладе, хотелось бы сказать, о вкладе предприятий в победу над врагом. В данном случае хотелось бы рассказать о вкладе Черноичинского цементного завода. И с объявлением войны многие работники, инженерно-технические, рабочие, руководители шли, записывали добровольцами на фронт, и в период с 1941 по 1944 год 509 человек ушли на фронт и не вернули 151 человек. Для того, чтобы увековечить память работников, отдавших свою жизнь за победу, 3 сентября 1970 года был открыт памятник в сквере возле ДК цементников, на котором на мраморных плитах увековечены фамилии наших работников, отдавших свою жизнь за победу над врагом. Это, конечно, были работники разных профессий, но завод не остановился ни на одну минуту, продолжал свою трудовую деятельность. На место ушедших мужчин приходили их сестры, жены, подростки. И, еще раз повторю, завод не остановил свою работу. За коды войны было выпущено 365 тысяч тонн цемента, причем цемента высоких марок, марки 500 и 600, поскольку, дальше скажу, цемент требовался на восстановление, на строительство защитных сооружений. И был особый вид такого выпуска продукции, организован на заводе. Цех номер 12. Буквально в течение нескольких дней была разработана конструкторская документация и налажен выпуск цабов, цементных авиационных бомб. Это так называемый вид психологического оружия устрашения. То есть бомба, не долетая до поверхности земли, разрывалась, и из нее образовывалось облако цементной пыли, что приводило в смятение противника, в ожидании, что это применено какое-то химическое оружие, либо что-то подобное, и, конечно, сеяло панику среди противников. Даже вот такой, казалось бы, вид вооружения тоже выпускался здесь, на нашем предприятии. По окончании войны возвращались те, кто воевал на фронте, и уже в 50-е годы на заводе работало порядка 400 участников Великой Отечественной войны. Приезжали не только, возвращались не только прежние работники, но и приезжали жители других регионов, тех, которые были под оккупацией, и жилье в них находилось в зоне боевых действий. Конечно, были разрушены дома, и люди в поисках нового жилища приезжали сюда, находили место работы, находили жилье и оставались здесь работать. Каждая семья все равно имела своего родственника, который прошел эти годы войны. И все равно мы знали, пережили. Я как бы человек 1955 года рождения, и я застал своего деда, который прошел войну от Сталинграда до Румынии. А то, что храним воспоминания о нашем цементном заводе, о наших ветеранах, это большой труд, которым занималась Надежда Алексеевна в течение последних пяти лет. Она собирала очень много материала, она работала с военкоматом. А то, что вот сейчас здесь вот на трех вот этих стендах у нас показана и жизнь, и служба, и кто вернулся, и кто, значит, продолжал свою работу здесь на заводе. В первые дни войны у нас ушло сразу 100 специалистов завода, приработающих 500, представляете? 600 вернее. И на их место встали жены, братья, сестры, значит, дети. И вот одна из них, это вот у нас машинист вращающихся печей, она заняла место своего мужа машинистом печей. Это было две маленьких у нас здесь печи, длина их была 65 всего метров. И она проработала всю войну, и после войны она продолжала работать до самой пенсии, вот машинистом вращающихся печей. Дорогие друзья, работа над проектом продолжается. Прошу вас как можно больше рассказывать и делиться информацией друг с другом. Рассказывайте о нас в социальной сети. Делитесь, ставьте лайки, рассказывайте друг другу. Может быть, благодаря вам кто-то узнает о своих близких, узнает об офицерах Победы. Офицеры Победы – непростое время, непростые судьбы. Мы помним, мы гордимся, мы преклоняемся. Капитан Агафонкин Алексей Иванович, 1914 года рождения, уроженец города Искитим Новосибирской области. В 1941 году Искитимским районным военным комиссариатом призван и направлен на фронт. Воевал на Северо-Западном фронте в 462-м отдельном медико-санитарном батальоне. Также воевал на 2-м прибалтийском фронте в 462-м отдельном медико-санитарном батальоне и на 1-м Белорусском фронте. В 1932 году работал на Чернореченском цементном заводе города Искитима по 1941 год. Награжден орденом Красной Звезды, медалью за боевые заслуги, медалью за взятие Берлина, медалью за освобождение Варшавы. Капитан Алексеев Николай Иванович, уроженец города Тула. В 1940 году Зареченским районным военным комиссариатом города Тула был призван на военную службу. За свой боевой путь награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Из характеристики данной Чернореченским цементным заводом следует, что опыт командования ротой и батальоном в период боевых действий Алексеева Николая Ивановича характеризуется положительно. Имеет три ранения. В настоящее время имеет большой авторитет среди рабочих. Участка добросовестно относится к поручениям по профсоюзной линии. Производственную норму выполнял на 180 и 200 процентов. В совершенстве владел слесарным делом и свой опыт передавал молодым рабочим. Лейтенант Оритинский Алексей Алексеевич, 1909 года рождения. Уроженец села Красное Коплянского района Орловской области. 23 июня 1941 года Искитимским районным военным комиссариатом Новосибирской области призван и направлен на фронт. За свой боевой путь награжден медалью за боевые заслуги, медалью за победу над Германией, медалью за победу над Японией. С 1934 года по 1941 год работал на Чернореченском цементном заводе города Искитима. С 1946 года также продолжил работу на Чернореченском цементном заводе города Искитима. У нас с завода ушли на фронт три родственника. Вот один дедушка, я держу, это дедушка моего мужа, Оритинский Алексей Алексеевич. Он работал в цехе автогараж, начинал он водителем. С 1931 по 1941 год он работал шофером на машине на Большей Грузии. До этого в 1931 году он закончил курсы младших командиров. И когда началась война, то на фронт он был призван сразу 23 июня. И вот как ушел он в 1941 году, раз он был механик по профессии, слесарь-механик, то он и был назначен на фронте начальником автороты. И всю войну он прошел, как бы на самой передовой, в окопах он, конечно, не был, может быть, реки он не форсировал, но всегда они доставляли со своей автороты снаряды на передний край, а оттуда увозили в госпиталь тяжело раненых бойцов. После того, как закончилась Великая Отечественная война, у него, значит, награды были немного, конечно, медаль за боевые заслуги у него была и медаль за победу над Германией. После того, как война закончилась в 1945 году, его тут же отправили на Восточный фронт на войну с Японией. И вернулся домой он только в самом конце 1945 года, наверное, где-то в ноябре-декабре 1945 года он вернулся домой. Так как человек был ответственный, всегда его хвалили и в приказах, везде, что его авторота всегда успевала, машины были в исправном состоянии, но он технарь по образованию, по складу характера, видимо. Потом он еще пришел на завод, работал на заводе в цехе и ушел на пенсию в начале 1970 года в должности мастера-механика цеха автогараж. А еще второй родственник – это был Бынкин Илья Павлович. Вот как раз его фотография вот здесь внизу, его данные. Он родился у нас 2 августа 1923 года, поэтому на фронт он был призван только в начале июля 1942 года. И ростом он был такого среднего ростика, щупленький очень такой мужчина, и его взяли в разведчики. И всю войну он прошел разведчиком. Я не буду говорить о его пути, потому что воевали все как бы. У него была, вернее, медаль за отвагу. Но один случай из его военной истории я хочу рассказать. Он сам рассказывал, но очень скупо. В 1944 году он был ранен, а в апреле 1945-го при взятии Кенигсберга их бригада разведчиков брала форт в Кенигсберге. И при этом это были очень укрепленные, такой форт очень укрепленный. Были большие потери там, и погибло много бойцов. И вот они прорвались туда. Погибло человек 25 офицеров и солдат немецкой армии. Были ранены наши солдаты. И вот за этот форт, за взятие этого форта в апреле 1945-го года он был награжден орденом Славы Третьей степени. И потом у него еще была, конечно, медаль за окончание войны, за победу над Германией. Вернулся он домой. Работал, пришел на завод, работал в цехе пароводяном сантехником. И еще один родственник, конечно, про него мало известно. Он пришел на завод, был по распределению назначен на Чернореченский цементный завод, закончив высший химико-технологический институт в Рязани. И был направлен сюда по распределению. Здесь в 1939 году он женился. Здесь до 1940 года он работал просто инженером в техотделе. А в 1941 году, в начале года, его поставили начальником техотдела. Ну, в связи с тем, что это был человек партийный, с высшим образованием в химико-технологический институт. Поэтому был назначен начальником техотдела. И в первые дни войны тоже где-то или 23-24 июня его взяли на фронт в войска химической обороны. Когда война закончилась в 1945 году, Владимир Александрович на завод, конечно, не вернулся, так как был партийный, и его отправили на Запад восстанавливать народное хозяйство после войны. Лейтенант Волчугов Виктор Игнатьевич, 1923 года рождения, уроженец села Довольное, Доволенского района Новосибирской области. В 1941 году Доволенским районным военным комиссариатом Новосибирской области призван и направлен на фронт. Воевал в составе 150-го отдельного истребительного противотанково-артиллерийского дивизиона на Западном фронте в боях за город Великие Луки 29 февраля 1943 года был тяжело ранен. За свой боевой путь награжден медалью за победу в Германии, медалью за доблестный труд. С 1953 года работал на цементном заводе города Искитима. Старший лейтенант Бачурин Николай Дмитриевич, 1925 года рождения, уроженец села Дорогино, заимка Черепановского района Новосибирской области. В 1943 году Николаевским районным военным комиссариатом Нижеамурской области призван и направлен на фронт. Воевал в составе 238-й гаубичной артиллерийской бригады, 1-го дальневосточного фронта с японскими империалистами. С 1954 по 1969 год работал на цементном заводе города Искитима в должности начальник цеха помола номер 2, награжден медалью за победу над Японией. Капитан Богатырев Владислав Павлович, 1926 года рождения, уроженец село Островное Миштинского района Курганской области. В 1943 году Искитимским районным военным комиссариатом Новосибирской области призван и направлен на фронт. Награжден орденом Красной Звезды, медалью за боевые заслуги, орденом Отечественной войны второй степени, медалью за взятие Берлина, медалью за победу над Германией. С 1963 года работал на цементном заводе города Искитим. Старший лейтенант Богомолов Михаил Моисеевич, 1918 года рождения, уроженец деревни Ущом из Китимского района Новосибирской области. В 1942 году Бийским городским военным комиссариатом Алтайского края призван и направлен на фронт. Воевал в составе отдельной роты противовоздушной обороны 119-й гвардейской дивизии 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. Награжден Орденом Красной Звезды. Товарищ Богомолов с 1961 года работал в транспортном цехе Чернореченского цементного завода в должности заместителя начальника цеха. 61-й по 64-й заместитель председателя завкома Чернореченского цементного завода. Имея большой практический опыт хозяйственной работы в ноябре 1964 года был назначен на должность начальника отдела кадров. За время работы улучшились подбор, расстановка и воспитание кадров на заводе. Младший лейтенант Бояренок Иван Дмитриевич, 1913 года рождения, уроженец села Унары Сидельниковского района Омской области. В 1941 году Кировским городским военным комиссариатом города Омска призван и направлен на фронт. Воевал на Северо-Западном фронте, Сталинградском фронте, Степном фронте, Втором Украинском фронте. Награжден медалью за отвагу, медалью за победу над Германией. С 1961 года работал на цементном заводе города Искитима. Старший лейтенант Буц Юрий Михайлович, 1925 года рождения, уроженец города Омск. В 1942 году железнодорожным районным военным комиссариатом города Новосибирска был призван на военную службу. Воевал в составе 344-го стрелкового полка 1-го Украинского фронта. В июле 1944 года в боях за Карпаты был ранен. Награжден орденом Красной звезды, медалью за победу над Германией. На Чернореченском цементном заводе товарищ Буц работал с 1965 года. В следующих должностях. Сначала углевозом, шинистом грейферного крана, цеха помола номер 1. С марта 1962 по январь 1977 в должности слесаря по ремонту оборудования цеха помол номер 2. С 1977 года переведен в ремонтно-механический цех по ремонту оборудования. За время работы показался с положительной стороны дисциплинирован, честен, добросовестно относился к исполнению своих обязанностей. Показался высококвалифицированным, хорошо знающим специалистом по ремонту технологического оборудования, цементного производства. За хорошее добросовестное отношение к труду, личную дисциплинированность в 28 раз награждался почетными грамотами, денежными премиями и ценными подарками. Лейтенант интендантской службы Воробьев Алексей Никифорович, 1910 года рождения, уроженец села Новолебедевка Черепановского района Новосибирской области. В 1940 году Искитемским районным военным комиссариатом Новосибирской области призван на военную службу. Воевал на Северо-Западном фронте, награжден медалью за боевые заслуги, медалью за победу над Германией. На цементном заводе работал с 1956 года. Лейтенант Головин Андрей Иванович, 1909 года рождения, уроженец села Талдинка Троицкого района Алтайского края. В 1941 году Тесульским районным военным комиссариатом Томской области призван и направлен на фронт. В боях за город Ленинград был дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью за оборону Ленинграда. С 1929 по 1931 год работал на цементном заводе города Искитима. Со многими работал здесь. Было время, когда мы проводили большие праздники. И вот обычно после большого собрания собираются ветераны, участники военной выходят. Дворец тогда был заводской. И места на трех ступеньках не хватало. Было больше двухсот человек. И вот они все с орденами, все седые, умудренные, стоят здесь. Есть такие снимки в музее, у меня даже есть. Но сегодня никого не осталось. Хочу сказать, что молодцы цементники, что это дело продолжается. И пускай это дело будет дальше других. Потому что их еще таких неизвестных очень много-много. На сегодня это вся информация. Мы желаем вам хорошего настроения. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok